Крупнейшая партия гуманитарного груза для беженцев из Украины сформирована социальным отделом Ростовской наданной епархии. Собранные вещи, 20 тонн продуктов, средств гигиены и предметов первой необходимости были отправлены в палаточный лагерь МЧС под Новошахтинском. Волонтер Наталья Камова проводит на складе гуманитарной помощи все свое свободное время. Лично встречается с украинскими беженцами, узнает, что им необходимо в данный момент. Была недавно семья, у него полтора месяца ребенку, мальчику два месяца, два годика, 16 лет. Вообще без ничего пришли. Они даже просили у нас денежку на проезд полностью и дали стиральную машинку, коляску, обеспечили памперсами, обеспечили продуктами. Они очень благодарны. Работы на благотворительном складе очень много. Донская митрополия помогает беженцам с начала июня. За это время волонтеры разобрали почти 420 тонн гуманитарной помощи, пришедшей со всех приходов Донской митрополии, а также от частных лиц и благотворительных фондов. Еще беженцы помогают друг другу. Огромное количество беженцев обратилось сюда, в этот пункт, именно сюда, на склад. Общее количество более 1840 человек обратилось с 1 июня сюда. И эти же беженцы, которые получают здесь помощь какую-то, они принимают участие здесь, в этом складе. Формируют грузы, отправляем, вместе с ними туда отправляем. Елена Рыбина приехала из Краматорска с семьей. Им повезло. Здесь они нашли себе не только кров. Муж и дочь устроились на работу. Сама Елена пока работать не может. Женщина беременна. Присматривает за младшим сыном. Сюда мы приходим раз в две недели. Мы берем продукты, вещи, ребенку игрушки. Помощь социальный отдел епархии доставляет и непосредственно в места пребывания беженцев. Вот очередная доставка крупного груза, организованная Донской митрополией для людей из палаточного лагеря под Новошахтинском. Помимо предметов первой необходимости, вещей, продуктов питания и средств личной гигиены, привезли и 10 летних душевых кабинок. Всего 20 тонн груза. То, что просили сами беженцы. Но и это далеко не все, чем может помочь церковь. В последнее время нередки уже случаи, их десятки и десятки, когда священник обращается с омвона к своей пастве, с просьбой не просто оказать какую-то помощь предметам или едою, или какой-то вещью, а непосредственно принять боль людей в самом буквальном смысле в свою собственную семью, разделить эту боль. И начались у нас десятки и десятки примеров и случаев, когда люди после таких вот обращений пастырей начали брать людей в свои семьи. Наши друзья в такой трудной минуте оказали нам серьезную помощь. Это шахтинская епархия. Они с нами с первого дня здесь, в этом лагере. Каждый день, как уже было сказано, здесь находится или отец Владимир, или отец Роман. У нас работает вот такая походная церковь, оказывает духовную поддержку и помощь нашим беженцам с Украины. Священники призваны поддерживать дух людей, которые лицом к лицу столкнулись с войной. А в этой часовне в честь преподобного Серафима Саровского некоторые переселенцы приняли святое крещение. Крестными родителями становятся люди, работающие в МЧС. Лагерь становится большой семьей. Людей обеспечивают предметами первой необходимости. Главный вопрос, что же будет дальше? Вернутся ли беженцы на Украину или останутся в России? Лагерь – это лишь временная мера. Проживающим здесь также нужна помощь, связанная с оформлением документов.